Мур, привет друг, это Зверько. Времени мало, поэтому быстро перейду к обновлению 1.3.64. На тестовый добавили палача Терпила. Да господи, Терзила. Ссылка справа сверху. Эсмеральду добавят 3 апреля. Облик Гататкачи Спарк. Стоимость будет 599 алмазов. И будет доступен с 30 марта. И неделя в скидке на этот облик. Звездный облик Ханаби будет доступен с 1 апреля. Кстати, довольно симпатичная картинка у него. Переработали облик Калукарда. Инферно. Изменения героев. Грейнджер. Ссылка на обзор справа сверху. Первый навык. Физический бонус теперь 80%, а был 70%. Второй навык. Увеличили сокращение КД от использования первого навыка на 1.10 секунды. Ух, сейчас заиграет. Ульта. Исправлен баг с перемещением. Это, конечно, все хорошо. Но! Грейнджер силен лишь первым навыком. И то лишь против не очень подвижного противника. Я считаю, что нивелировать его скорострельность с руки можно лишь серьезным увеличением базовой физической атаки. Те мамкины гении, что в комментариях писали «Ты ничего не понимаешь? Он топ!» Похоже, плохо понимают в принципе, что вокруг происходит и о чем я вообще говорю. Для адекватных поясню. Например, Грейнджер 125 силы атаки, скорострельность 0.818, плюс перезарядка после шестого выстрела. Банально, Мия 129 атаки и скорострельность 0.85. Да еще и перезарядки нет. С руки Грейнджера перестреливают все. Увернувшись от первого навыка, перестреливают все. Надеюсь, я донес мысль. Дальше. Лисунцин. Первый навык. Увеличили бонус к порезу в прыжке. До 100%. Было 50%. Бонус к удару кораблем тоже теперь 100%, а был 80%. Это приятно. Хуфра. Второй навык. Добавили экстра урон при касте. Как-то работает, проверить не могу. Его нет у меня на тестовом. Харит. Первый навык. Увеличили бонус от магии. До 70%. Было 50%. А бонус при взрыве аж 210% вместо 180%. У ульты убрали обездвиживание. Теперь она дает только замедление и кд навыков. Такими изменениями хариты приближают к магической сборке и игре через первый навык. Как мне и нравилось с самого начала. Рафа. Первый навык. Теперь повторный урон в ту же цель, что и ранее, даст бонус 20% к урону, а было 10%. Дигги. Первый навык. Немного уменьшили скорость бега бомб. Больше шансов отрываться от погони. Ульта. А ослабили получаемый щит. Теперь. Теперь. 400, 750, 1100 единиц вместо 500, 900, 1300. Чане. Первый навык. КД теперь 7 секунд на всех уровнях. Было 8 секунд. Пассивка. Урон будет увеличиваться на 2% вместо 1%. Лимит увеличили до 40% вместо 20%. Вот это подгон. Кая. Ульта. Время контроля будет 1,5 секунды вместо 1,8. Базовую защиту снизили до 16 вместо 20. Жаль Каю. Уранус. Ульта. Увеличили еще больше щит и реген здоровья. Теперь 60, 70 и 80%. А было 40, 50, 60%. Живучий Уранус. Да. Бесконтрольный Уранус. Да. Попробуй после обновления собирать не только в броню, но и в урон со статусами. Напиши потом что да как. Вейл. Ульта. Уменьшили КД. Теперь 40, 36, 32 секунды. А было 45, 40, 35. Приятно, но популярности пока не добавит. Ангела. Первый навык. Ускорили перезарядку на 25%. Серьезно. Ну вот серьезно. Этот герой в усилении нуждается. Видел Хелкарта или Леоморду под Ангелой? Рукастых, конечно. Это же машина для убийства. Руби. Второй навык. Новая формула расчета урона второго навыка. Так, тут кажется опечатка опять. И перепутали местами формулы. В общем базу урона увеличили на 10 единиц. Но теперь экстра урон на краю навыка лишь 20%, а не 30. Сабер, Чу, Карина. Улучшили эффекты скиллов. Кроме того, обещают переработать освещение. И гарантируют прирост графики без потери производительности. Будем надеяться. На этом об изменениях героев все. Если видео тебе понравилось, подписывайся на канал и ставь лапку. Зацени Хохму, я продал машину, чтобы заказать детали для компа. Поэтому, если решишь поддержать, я совсем не против, ссылки в описании. Удачи, друг. Субтитры создавал DimaTorzok